Всем привет! И на этом уроке мы повторим сильные глаголы с прошлого занятия. Для этого сначала отгадаем две загадки. Слово-загадка по-немецки – das Rätsel. Ich habe zwei Rätsel. Welcher Mann trägt keine Hose? Какой? Мужчина не носит штаны. Die Hose – это штаны. И сразу же вторая загадка. Welche Rose wächst im Wasser? Какая? Роза растет в воде. И у нас есть здесь два наших глагола. Давай их вспомним. Траген. Три основные формы. Траген, трэкт, гетраген. Ну да. Трукт. А если более правильно. Траген, трук, гетраген. Трэкт – вот это вот изменение, это в настоящем времени. Какой мужчина не носит? Трэкт. Да? Вальшар Mann trägt keine Hose. То есть три основные формы. Давай чётко. Трэген, трук, гетраген. Трэген, трук, гетраген. Например, я могу тебе сказать, что ДУ трэгст ХОЙТЕ ЭИН ШВАЦЕС ТИ-ШОТ. ДУ трэгст ХОЙТЕ ЭИН ШВАЦЕС ТИ-ШОТ. Ты сегодня носишь чёрную футболку. И второй глагол. Это у нас глагол ВАКСЕН. РАСТИ. Три основные формы. ВАКСЕН, ВУК, ВУКС, ВУКС, ГЕВАКСЕН. ВАКСЕН, ВУКС, ГЕВАКСЕН. Итак, два глагола. Трэген, трук, гетраген. ВАКСЕН, ВУКС, ГЕВАКСЕН. Носить и расти. И, опять-таки, в настоящем времени, ВЕЛЬЧЕ РОЗЕ ВЕКСТ ИМ ВАСАР. Какая РОЗЕ РАСТЁТ В ВАДЕ. И пошли к ответам. ВЕЛЬЧЕ ОМАН ТРЕГТ КАЙНЕ ХОЗЕ? ДЕР ШНЕЙМАН. Это нелогично. По-моему, логично. ДЕР ШНЕЙМАН ТРЕГТ КАЙНЕ ХОЗЕ. Но он и верхнюю одежду не носит. Ну, понятно. И он не то, чтобы мужчина. Ну, это же игра слов. ВЕЛЬЧЕ ОМАН ТРЕГТ КАЙНЕ ХОЗЕ ВЕКСТ ИМ ВАСАР. ДИ ЗЕЙРОЗЕ. Давайте запомним, что вот эта вот водяная лилия по-немецки это ДИ ЗЕЙРОЗЕ. И давайте ещё со словом ВАКСЕН, ТРЕВОЖНОВНЫЕ ФОРМЫ. ВАКСЕН, ВУКС, ГЕВАКСЕН. ВАКСЕН, ВУКС, ГЕВАКСЕН. Запомним ещё одно интересное выражение. ГЕ ДА ХИН, ВОДЕ ПФЕФА ВЕКСТ. Так можно отправить человека куда подальше. Здесь нет ничего неприличного, но когда вам кто-то очень сильно надоел, и ты говоришь, ну, иди куда подальше, по-немецки можно сказать ГЕ ДА ХИН, ВОДЕ ПФЕФА ВЕКСТ. ДЕ ПФЕФАР – это перец. И вот, наверное, где растёт перец? Наверное, в Индии, да? Ну, там они его любят. Ну, это точно. Ну, и раньше, конечно, Индия для Германии это было что-то там очень далёкое. И на очереди у нас теперь уже пословица. Айне ХАНТ ВЕШТ ДИ АНДЕРЕТ. Что такое ДИ ХАНТ? Одна рука моет другую. Да. Рука руку моет. Рука руку моет. И по-русски так говорят. ДИ ХАНТ – это вот эта рука. ДИ ХАНТ – имеется в виду кисть, да? Потому что есть у нас ещё ДИ ХАНТ – ДИ ХАНТ – ВАМНОШЕМ ЧИСЛЕ – ХЕНДЕ. Запомним, две руки – ХЕНДЕ. Их ХАВА ЗВАЙ ХЕНДЕ, да? Айне ХАНТ ВЕШТ ДИ АНДРЕ. И ещё раз вспоминаем три основные формы глагола. ВАШЕН – мыть. ВАШЕН – вушь – gewашен. ВАШЕН – вушь – gewашен. А давай-ка скажем «Я помыл руки» в прошедшем времени. ИХ ХАБА АНДРЕ. НЕ, 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 У ТЕБЯ ЖЕ РУКИ. ИХ ХАБА, можно сказать, ДИ ХЕНДЕ. ИХ ХАБА ДИ ХЕНДЕ ГЕВАШЕН. ИХ ХАБА ДИ ХЕНДЕ ГЕВАШЕН. Я помыл руки. ИХ ХАБА ДИ ХЕНДЕ ГЕВАШЕН. Немцы ещё могут сказать «ИХ ХАБА МИР ДИ ХЕНДЕ ГЕВАШЕН». Я как бы мне руки помыл. ИХ ХАБА МИР ДИ ХЕНДЕ ГЕВАШЕН. Мама может спросить, да, ребёнка перед едой. ХАБА ДИ ХЕНДЕ ГЕВАШЕН? ИХ ХАБА, можно сказать, МИР ДИ ХЕНДЕ ГЕВАШЕН. Можно сказать, ИХ ХАБА МАЙНЕ ХЕНДЕ ГЕВАШЕН. Руки я помыл. И так, следующий глагол это БАКН. Три основные формы? БАКН БУК ГЕБАКН. БАКН БУК ГЕБАКН. И тут я нашла фотографию, как недавно Тимур у нас испёк печеньки. Только давайте запомним, что немцы скажут кексы. Хотя для нас, для русских, кекс – это что-то другое. Это типа маффина, да? Кекс – это для нас, ну, никак не печенье. Но для немцев печеньки – это ДЕР КЕКС УДЕ ДИ КЕКСЫ. Получается, как ты скажешь, я испёк печеньки. ИХ ХАБА КЕКСЫ ГЕБАКН. ИХ ХАБА КЕКСЫ ГЕБАКН. ИХ ХАБА КЕКСЫ ГЕБАКН. Не смогла я пройти мимо этой шутки. ИГАЛЬ ВИ ФИЛЕ КЕКСЫ ДУ ИСТ, ШУЕ ПАСН ИМА. ИГАЛЬ ВИ ФИЛЕ КЕКСЫ ДУ ИСТ, ШУЕ ПАСН ИМА. Всё равно, сколько ты съешь печенек, или как много, дословно, ты съешь печенек, что тебе будет всегда впору? ШУЕ? Обувь. Да, обувь, туфли, обувь будет всегда тебе впору. То есть, это, как говорится, не касается любой другой одежды. Но мы сейчас это не пропагандируем. Почему? И раз мы уже заговорили об этом слове, о слове печенье, ДЕР КЕЙКС, слово мужского рода, во множественное, кейкса, то давайте узнаем ещё вот такое интересное выражение. ЕЙМАН ДЕМ АУФ ДЕН КЕЙКС ГЕЙЕН. Дословно, кому-либо на печеньку идти, наступить. Я могу сказать, ДУ ГИСТ МИЯ АУФ ДЕН КЕЙКС. Высоко ты ноги подняла. Почему? Ну, либо печенька уже грязная и на земле валяется. То есть, о значении ты особо не догадываешься, да? Смотрите, если вам человек говорит, ДУ ГИСТ МИЯ АУФ ДЕН КЕЙКС, то, может быть, вот эта картинка поможет тебе догадаться о значении этого слова. Парень похож на гоблина. Вообще-то, я думала, это женщина, и мне кажется, что эта женщина на меня похожа. Нет? Нет. Я так сильно разозлюсь. Итак, если я... Я уже чуть-чуть подсказала. Если я говорю, ДУ ГИСТ МИЯ АУФ ДЕН КЕЙКС, то что это? Красные пружины у меня появятся над головой. Это примерно то же самое, если я скажу... ДУ ГИСТ МИЯ АУФ ДЕН КЕЙФАН ДУ ГИСТ МИЯ АУФ ДЕН КЕЙФАН Ты меня нервируешь. Я сутрию на нерв? Ну, дословно... Ты ходишь по нервам? Да-да-да, ты меня нервируешь. ДУ ГИСТ МИЯ АУФ ДЕН КЕЙФАН Ты меня нервируешь. Можно по-другому сказать... ДУ ГИСТ МИЯ АУФ ДЕН КЕЙКС. Как это связано? Почему так говорят? Я даже не смогу объяснить. Вообще-то иногда ДЕ КЕЙКС использует значение ГОЛОВА. ГОЛОВЫ. Вот ГОЛОВА. И есть не очень хорошее значение. Например, если сказать человеку ДУ ХАСТ ЭНЕН ВАЙШЕН КЕЙКС... ВАЙШЬ – это МЯХКИЙ. То есть у тебя МЯХКОЕ ПЕЧЕНЬКО. Это означает, что, типа, ты сумасшедший. Да-да-да, слабоумный, действительно, слабоумный. И получается... Кстати, картинка похожа на какую-то обложку группы КРОЛЬ ШУТ. А, кстати. Песня какой-то. Да-да-да. И получается, может быть, ДУ ГИСТЬ МИ АУВ ДЕН КЕЙКС... Это тоже связано с тем, что вот взялся ты на мою голову. Может, как-то так. Хотя я не уверена. Но мы запомним выражение ДУ ГИСТЬ МИ АУВ ДЕН КЕЙКС. ДУ ГИСТЬ МИ АУВ ДЕН АВТИ НЕРФЕН. А вообще-то мы вспоминали слово БАККЕН. Три основные формы? БАККЕН, БУК, ГЕБАККЕН. Как сказать, я испёк печенье? Ещё раз. И чтобы ещё раз запомнить вот это выражение ДУ ГИСТЬ МИ АУВ ДЕН КЕЙКС ГЕЙН Давайте прочтём вот это. КЕЙКСЕ ГЕЙН МИЯ ВОЛЬ НИ АУВ ДЕН КЕЙКС. То есть печенье меня никогда не нервирует. Печенье мне никогда не надоедает. КЕЙКСЕ ГЕЙН МИЯ ВОЛЬ НИ АУВ ДЕН КЕЙКС. То есть это опять-таки игра слов, да? Печенье меня никогда не выведет из себя. ВОЛЬ Скорее всего, наверное, печенье меня никогда не достанут. Можно так перевести? Да. Итак, запомним выражение. АУВ ДЕН КЕЙКС ГЕЙН АУВ ДЕН КЕЙКС ГЕЙН Нервировать, доставать. Я тут немного увлеклась темой печенек. Моя любимая тема, что ж поделать. Давайте ещё слово ПЛЭЦХЕН тоже запомним. ПЛЭЦХЕН очень часто говорят так о рождественских печеньках. ВАЙНАХТС ПЛЭЦХЕН Это ещё одно слово для печенек. ВАЙНАХТС ПЛЭЦХЕН Это рождественские печеньки. ИХ ХАВЕ ВЕЗУХТ ПЛЭЦХЕН ЗУ БАКН Я ПОПЫТАЛАСЬ ПЛЭЦХЕН Это Попытаться. Я Попыталась испечь ПЛЭЦХЕН И как ты думаешь, что получилось? Доказательство того, что повар-огнемётчик. Повар кто? Огнемётчик. Ну, очень близко. ЭС ГИБТ ВУОВ ШТЕРНЕ ЭС ГИБТ ВУОВ ШТЕРНЕ Всё сгорело. Во-первых, ВЕРФЕН Это БРОСАТЬ А ШТЕРН – это ЗВЕЗДА И получается ЭС ГИБТ ВУОВ ШТЕРНЕ Есть же такие... Подуши звёзды? Нет-нет-нет, метательные звёзды. А, Шерекины? Да-да-да, вот во всяких фильмах. Ниндзя. Да, про ниндзя. Вот как раз-таки получилось вот такое вот оружие. ЭС ГИБТ ВУОВ ШТЕРНЕ И мы двигаемся дальше по нашим сильным глаголам. Итак, следующий сильный глагол – это ГРАБЕН КОПАТЬ. Три основные формы? ГРАБЕН, ГРУБ, ГЕГРАБЕН ГРАБЕН, ГРУБ, ГЕГРАБЕН КОПАТЬ И здесь у нас есть ещё одно слово. ДИ ГРУБЕ – это Яма. ДИ ГРУБЕ Кстати, Константин Гура написал в комментариях ещё одно слово, тоже, связанное со словом КОПАТЬ. ДАС ГРАБ – это у нас МОГИЛА. ДАС ГРАБ. Спину Вилы, КОПАЕ МОГИЛУ. Это я сам придумала. Ну, это очень страшно. Итак. ВЕА АНДРЕН АЙНЕ ГРУБЕ ГРЭБТ ФЕЛЬТ СЕЛБСТ ХИНАИН ХИНАИНФАЛЕН Это ВНУТРЬ УПАСТЬ. ХИНАИНФАЛЕН Получается, кто другим яму копает, сам в неё попадёшь. Да, по-русски мы тоже так говорим, правильно? Не копай яму другому, говорим мы, сам в неё попадёшь. Итак. ВЕА АНДРЕН АЙНЕ ГРУБЕ ГРЭБТ ФЕЛЬТ СЕЛБСТ ХИНАИН И вот такую футболку я встретила в просторах интернета. ВЕА АНДРЕН АЙНЕ ГРУБЕ ГРЭБТ ИСТ АЙН БАУАРБАЙТА Кто другим яму копает, тот строитель. Да, но это не отменяет смысл предыдущей пословицы. Конечно, нет. И теперь получилось так, что нам нужно ещё вспомнить слово ЛАДЕН Три основные формы? ЛАДЕН ЛУДГЕЛАДН ЛАДЕН ЛУДГЕЛАДН Грузить А вот АЙН ЛАДЕН Приглашать Приглашать Ну, кстати, АЙН ЛАДЕН можно также и перевести как Загрузить внутрь чего-либо Например В БАГАЖНИК положить В БАГАЖНИК МАШИНЫ положить ЧЕМОДАН Кстати, ЧЕМОДАН будет ДЕР КОФЕР А БАГАЖНИК МАШИНЫ будет ДЕР КОФЕРАУМ ДЕР КОФЕРАУМ То есть это прям таки место для ЧЕМОДАНов И я могу сказать ИХ ЛАДЫ МАЙНЕН КОФЕРАУМ То есть я прям загружаю СВОЙ ЧЕМОДАН В БАГАЖНИК МАШИНЫ То есть АЙН ЛАДЕН Это также иногда И грузить что-либо Внутрь чего-либо Загружать что-то И также АЙН ЛАДЕН Это приглашать Ну и давай ты скажешь такое предложение Ты меня спросишь Ты пригласила МАКСа на день рождения? ХАСТ ДУ МАКС МАКС ЗУМ ГЕБУРТСТАГ ЭИНГЕЛАДЕН? Да, ganz richtig ХАСТ ДУ МАКС ЗУМ ГЕБУРТСТАГ ЭИНГЕЛАДЕН? Да, я пригласила МАКСа И глагол у нас был еще ЕЗДИТЬ Три основные формы ФАРЕН ФУРГЕФАРЕН ФАРЕН ФУРГЕФАРЕН Как сказать Он едет на такси? ЭР ФЕРСТ Почему ЭСТЕ? ЭР ФЕРТ МИТ МИТ ДЕМ ТАКСИ ЭР ФЕРТ МИТ ДЕМ ТАКСИ ЭР ФЕРТ МИТ ДЕМ ТАКСИ А как спросить Ты едешь на машине? ФЕРСТ ДУ МИТ ДЕМ АУТО А как спросить Ты едешь на автобусе? ФЕРСТ ДУ МИТ ДЕМ БУС И так, давайте запомним Если мы едем на каком-либо виде транспорта То немцы берут этот МИТ А теперь давайте проверим Что вы запомнили из этого урока И переведем 7 разных предложений Первое предложение Водяная лилия растет в воде ДИ ЗЕ РОЗЕ ВЕКСТ ИН ДИ ИМ ДИ ВАТА Так, вода среднего рода ДАС ВАСА ДИ ЗЕ РОЗЕ ВЕКСТ ВО Где она растет? ИМ ВАСА ИМ ВАСА ДИ ЗЕ РОЗЕ ВЕКСТ ИМ ВАСА Второе предложение Я помыл руки Я НОШУ ШОРТЫ Ты знаешь, как будут брюки? Вот загадки про снеговика У нас было слово брюки Что-то с хозы Такие-то есть ДИ ХОЗЕ ЭТО БРЮКИ А ШОРТЫ, кстати, будет КУАЦХОЗЕ Значит, Я НОШУ ШОРТЫ Будет ИХ ТРАГЕ ДИ КОЗЕ КУАЦХОЗЕ ДИ КУАЦХОЗЕ ИХ ТРАГЕ АЙНЕ КУАЦХОЗЕ Я НОШУ ШОРТЫ ИХ ТРАГЕ АЙНЕ КУАЦХОЗЕ Так, какие были еще слова? БАККЕН Ага, Я ИСПЁК ПЕЧЕНЬЕ ИХ ХАБЕ ДИ КЕКСЫ ГЕБАКН ИХ ХАВЕ КЕКСЫ ГЕБАКН ИСПЮКЛА ПЕЧЕНЬКИ ИХ ХАВЕ КЕКСЫ ГЕБАКН А МЕНЯ СПРЕСТИ, ТЫ ИСПЮКЛА ПЕЧЕНЬКИ? ХАСТУ ДИ КЕКСЫ ГЕБАКН ХАСТУ ДИ КЕКСЫ ГЕБАКН? ТЫ ПЕЧЕНЬКИ ИСПЪКЛА? СЛЕДУЮЩЕ ГРАБЕН, КОПАТЬ, ДА? Ну и давай вспомним, как будет копать яму. И скажем, он копает яму. КОПАТЬ Сейчас, как яму будет. Яма – это ДИ ГРУБЕ. ЭР ГРЭБТ ДИ ГРУБЕ. А можно сказать ЭР ГРЭБТ, и если мы узнаем всё в первый раз, то лучше сказать ЭР ГРЭБТ АЙНЕ ГРУБЕ. Он копает яму. ЭР ГРЭБТ АЙНЕ ГРУБЕ. Так, ВАКСЕН, ВАШЕН, ГРАБЕН, БАКЕН. Ага, ЕХАТЬ. Как сказать КУДА ТЫ ЕДЕШЬ? ВОХЕР – это ОТКУДА ТЫ ЕДЕШЬ? ВОХИН? ВОХИН ФЕРСТУ. Отлично. ВОХИН ФЕРСТУ? И, какой ещё глагол остался? Приглашать. Ага, ты пригласила... Кого? ХАС ДУ... Ну, пускай будет Анна. МАКС ЗОМ ГЕБУРТСТАГ ЭЙНЛАДЕН. ЭЙНГЕЛАДЕН. Давай ещё раз. Ты пригласила Макса? ХАС ДУ МАКС ЗОМ ГЕБУРТСТАГ ЭЙНГЕЛАДЕН. Угу, получилось. Ты пригласила Макса на ненавражение? ХАС ДУ МАКС ЗОМ ГЕБУРТСТАГ ЭЙНГЕЛАДЕН? Я ИХХАБЕ ИНГЕЛАДЕН. Да, я его пригласила. Всем спасибо. Надеюсь, что сегодня вы закрепили уже выученные вами сильные глаголы. И в следующем видео мы будем двигаться уже дальше. Будем изучать следующие сильные глаголы. Тоже соберём группу и поработаем над этой группой сильных глаголов. Всем спасибо. Всем удачи. ЧЮЗ!